Привет! В поисках идеального помидора таймера я скачала с плей маркета очень много разных приложений. Я нашла тот, который мне понравился больше всего, но в процессе было очень много других интересных программ с разными возможностями. Я хотела бы сделать небольшой обзор на память, возможно кому-то это пригодится. Начнем с того, что я обнаружила, что в Xiaomi, не знаю, может быть на всех телефонах в Xiaomi есть такая функция. Вот если нажать на часы, то появляется замечательный таймер, который очень удобно выставлять. Он замечательно выглядит. Здесь можно включать разные звуки природы. Мне очень понравился звук моря, который здесь есть. Вот у меня код включился в процесс, а вишенда звучит тоже, видя. Звук дождя, пляжа, в общем костра. Очень хорошие звуки, а мне особенно нравится звук пляжа. И выглядит это просто замечательно все. Вот. Единственный минус, что, конечно, это не помидор, а таймер. Это просто обычный таймер, который тебе нужно будет потом самому поставить на нужное время. И если у тебя перерыв на 5 минут, то ты должен вручную переставить этот перерыв вот так вот. Замечательным образом. В общем, это не совсем помидорка, но как сам по себе таймер, это очень удачная версия. Дальше логично, что хочется такой же красивый таймер, как предыдущий, но с возможностями помидорки такие есть. Вот у меня нашлось 3 таймера в верхнем ряду. У них есть функция звуков природы. Тут нельзя создавать свои звуки, но вот они тут включаются сверху, натуральный звук. Можно устанавливать время фокусировки. Можно даже посмотреть вот в этом приложении в Диппере статистику, сколько минут было на таймере. И вот тут можно включить таймер. Звучит музыка. Здесь выбор есть, только между композициями. Вот дождь, какая-то мелодия, океан, дождь. Все, больше вариантов тут нет. Можно сделать паузу, можно выключить. И еще тут есть возможность настроить этот самый помидоро таймер. Здесь есть вот в настройках настройки рабочие. Время перерыва, количество помидорок перед длинным перерывом. И количество времени длинного перерыва, 15 минут. Можно настраивать все самому. Это очень удобно. Можно включить автоотдых, автофокус. Это в смысле, если заканчивается таймер отдыха, то оно само включит. Дальше нужно будет перевключать таймер вручную. Количество помидоров в сутки можно задать. В общем, тут есть все возможности, которые необходимы в минимальном формате. В том числе и звук, и напоминание. Возможность оставлять экран включенным. В общем, очень лаконичное приложение, в котором есть практически все, что нужно. Оно называется Deeper. Здесь есть еще возможность в главном меню включить не только режим фокусировки на работе, но и просто включить таймер сна. Здесь очень все красиво выглядит. Просто перерыв на полуденный сон. Тут тоже можно включить музыку. Те же самые мелодии. Единственный, получается, минус этого конкретного приложения. Здесь надо даже нажать, чтобы выключить. Минус того, что здесь очень ограниченное количество звуков, которые тут есть. Они не очень приятны звуков природы. И тут никаким образом нельзя поставить вручную какой-нибудь свой собственный звук. То есть, если хочется сделать какие-то особенные звуки перед перерывом или после перерыва, или перед началом работы, это достаточно приятная функция, то здесь такой возможности нет. Вообще, будет настроить вручное уведомление, какие будут звучать, тут невозможно. Но само по себе приложение простое, функциональное, очень удобное. Это было дипер-подложение. Следующее. Реалм получается. Она тоже красивая. Здесь все с замечательными картинками сопровождается. Здесь сначала нужно выбрать вот это вот. Режет как бы рабочая область. Я ее назвала работой. Здесь вот есть задачи. Можно добавлять вручную. Привет, вот, например. И можно их перечеркивать в процессе. Нажимаешь, включается таймер. Здесь в музыке больше вариантов. Тут есть всякие, даже необычные, не знаю, очень мотивирующие музыки. Тут есть выбор. Вот всякая такая музыка. Я тоже ограниченное количество. Здесь не так много звуков природы. В основном это текущего ручья. В основном это мелодии музыки. Ну и мелодии тишины очень символичны. Еще тут есть... Так, для того, чтобы настройки посмотреть, надо выключить все. Есть тут возможность установить просто время работы и время отдыха. То есть длинного перерыва здесь не предусмотрено. Все. На этом заканчиваются ее возможности. Мне не очень нравится вот это бесконечное белое поле, которое тут остается всегда. Почему-то, наверное, не адаптировано под размер экрана телефона. Ну, оно совсем простое. Если кому-то нравится музыка, которая есть в их библиотеке, то замечательно. Итак, следующий у нас Тайт. Тайт здесь уже есть, кроме фокусировки, еще дополнительная возможность интересная. Меня порадовало. Выглядит она достаточно здорово. Дыхание. То есть ты включаешь сколько времени тебе нужно, чтобы настроиться на дыхание. И здесь опять ты можешь вдыхать. И так как я сегодня увидел эти пузыки, ты выдыхать и уменьшаешься. И каждый раз, когда не наступает новый этап, когда у нас обдохнуть или выдохнуть, то любое крючок в руке и все время звучит музыка еще в руке. Так, очень здорово. Вдыха одну минуту можно настраивать количество вдохов и выдохов. Где-то это было. В общем, это можно сделать. Да, вот здесь в настройках можно выбрать, сколько времени нужно сегодня было вдохнуть-выдохнуть. И можно выключить звук, можно выключить вибрацию, можно включить настройки звука. Их тут только три. Который будет сопровождать эту гимнастику дыхательную. Вот здесь вот есть возможность настроить, сколько будет вдохов за минуту. И вот есть разные тоже комбинации. Можно установить напоминание. Очень удобная штука для тех, кто, как у Макса Фрая, если вы знаете, у Милокли, вот дыхательное упражнение действительно успокаивает. Вот кот опять решил присоединиться. Здесь есть настройки фокуса. Ну, вот, собственно, рабочие настройки. Включаешь настройки. И здесь есть звуки океана. Вот так проматываешь экран пальцем. И звуки океана, дождя, музыка опять та же самая, шторм. Ну, по сути, это как и в предыдущих приложениях, у них даже одинаковый набор звуков. Здесь тоже можно настроить только количество времени фокусировки, посмотреть статистику минимальную. И еще в настройках тут есть, вот, тоже, как и в диппере, настройки возможности через какое время длинный перерыв, время длинного перерыва и время короткого перерыва. Собственно, это практически то же самое приложение. Выглядит оно так же и по функционалу такое же. Единственное, тут добавилась еще возможность устанавливать отдельные таймеры на релакс, и на сон, и на вдох. И вот здесь вот есть диппер, реал и тайт. По сути, они очень похожи, они практически одинаковы. Ну, и в самом начале поделюсь самой своей удачной находкой. Это Brian Focus, вот, приложение, которое действительно соответствовало всем моим требованиям, и которым я в результате решила пользоваться, потому что в нем есть очень много функций, даже больше, возможно, чем мне было бы необходимо. Вот, это, тут есть такой человечек. Включаешь таймер, можно выбрать задачу, над которой можно работать. Вот, например, есть возможность установить свое название задач. И есть сверху, вон там, такие головы, это количество времени помидорок до большого перерыва. Можно переключать перерыв, сделать раньше, чем оно сделать это само. Вот, переключать помидорки, соответственно, сверху человечки выменяются. И вот длинный перерыв будет, вот. Главное, что здесь есть, это, во-первых, настройки. То есть тут можно, конечно, все то же самое, что в других помидорках установить продолжительность работы, время перерыва, длинного перерыва, рабочих сессий перед длинным перерывом. Здесь есть уведомления, которые, вот, по-настоящему эта функция востребована, и она действительно, как то, чего хочется от таймера помидорковского, чтобы он уведомлял красиво и мотивировал своим звуком на работу. Здесь, например, очень забавный звук предлагается в приложении, хотя можно установить свой. Вот, смешный звук окончания работы. Вот, и к концу перерыва, например, можно установить тоже разное. Настроить еще можно очень удобно, если ты забыл переключить таймер с перерыва на работу, то оно будет каждую минуту напоминать о том, что таймер не включен. Вот здесь тоже такой приятный звук. Очень здорово это работает. Я пробовала, мне очень понравилось. Также тут есть статистика, в которой можно посмотреть количество реклама. Реклама, кстати, появляется только в перерыве, то есть, когда ты смотришь настройки и все такое. Во время таймера рекламы нет. Это очень здорово, потому что я знала там таймеры, в которых даже во время самого таймера была реклама посередине экрана. Это выглядит очень странно. Итак, здесь вот есть статистика, например, вот есть возможность настроить в статистике, есть завершенные помидорки. Вот, например, здесь было завершенных 4 часа, и было незавершенных 3, которые в общей сложности оказались 10 минутами. И можно сделать так, чтобы завершенные помидорки считались тоже, и складывались все вместе в рабочее время за сутки. И вот количество перерывов тоже оно отдельно засчитывает, и у него получается отдельная строка перерывов. Но если вам нужно, чтобы только готовые помидорки засчитывались, можно это отключить в настройках. Вот тут есть, по-моему, это была вот эта вот галочка. Добавить время, да. Вот ее можно тут настроить. И тогда статистику оно будет не засчитываться. Вот еще вот, нет, наоборот, вот. Вот, значит, я не помню, что та галочка значит. В общем, включить незавершенные сессии. Тут есть такая настройка. Очень здоровское приложение. Единственное, что здесь, конечно, нет звука в процессе, и настроить звук в процессе нельзя. Ну, то есть, чтобы звучало море какое-нибудь красивое в процессе работы. Но это не проблема. Вот тут, кстати, есть возможность настроить тикающий звук. То есть, как бы, вместо моря они предлагают звук часов, сейчас мы послушаем, как он звучит. Обычный звук. Ну, мне не нравится он совсем. Есть возможность настроить тему. Это тоже кого-то порадует. Вот, например, сейчас у меня зеленая, она меня радует. Но есть, например, такая в стиле нео. Тоже ночной режим, очень здорово выглядит. Я его поменяю назад. Вот. В общем, это приложение, вот оно, Brian Focus, оказалось для меня идеальным. Но у меня осталась еще целая куча других приложений, которые я хотела бы все-таки оставить себе на память. Потому что не у всех есть, не в каждой повторяются возможности. Некоторые вообще уникальны. И даже вот у меня тут есть в нижнем списке, насколько я помню, вот эти вот, они вообще для других задач. Они таймеры как бы без помидорок, а только с возможностью время планировать и рассчитывать и устанавливать просто таймер. Но они тоже очень интересные. Я до них дойду. Так, продолжим дальше. По списку у нас вот есть Clockwork Tomata. Это такие странные часы. Еще из 2014-го, видимо, остались какие-то приложения. И по рейтингу они потому, видимо, и пользуются популярностью. Здесь вот можно настраивать элементы часов, как они выглядят. Всякие вот они такие тонкие настройки. Время таймера тут тоже можно устанавливать. Длинного, короткого перерыва. По идее, тут есть еще статистика, но не очень понятно, где именно она находится. Планировщик. Это просто напоминание. То есть, по сути, здесь есть все, что нужно. Единственное, что выглядит, это немного необычно. Тут платное расширение есть. Вот как это выглядит. Ты запускаешь таймер. Вот, соответственно, желтая большая часть – это время работы, а сиреневая – это время перерыва. И вот оно его переключает. Если ты переключаешься между ними, вот. И, в конце концов, вот здесь вот он, длинный перерыв. После количества помидоров, которые можно устанавливать. Вот. Где тут статистика, я, честно говоря, не знаю. Вот журналы и статистика отметки журнала. Не знаю. Как-то вот он вроде как тут написан, что он есть. Но, наверное, это как в каком-то расширенной возможности. Судя по всему, это… Да, не вижу здесь ничего дополнительного. Судя по всему, оно рассчитано на то, чтобы быть виджетом на экране. Но виджетами я редко пользуюсь. Они иногда зависают. Поэтому в это приложение я просто себе оставила. Оно замечательно, дизайнерски очень необычное. Но оно мне не помогает. Следующая помидора. Какой-то вот красный томат такой большой. Красный томат просто называется помидором. В принципе, должно все быть идеально. Звучит море. Настройки тут, значит, звука есть в процессе работы. Помидора. Что тут есть за настройки? Вот. Вот есть тут белый шум. Есть выбор. Правда, большинство белых шумов тут за деньги. Тут остался только вода, море, океан, водные звуки. Таймер. Простой или круглый. И вот всякие темы. Время просто самой помидорки. То есть тут вообще нет даже в настроек перерыва. Есть только все за деньги. Так что эта помидорка вообще ничего из себя не представляет интересного. Забыли про нее. Смотрим следующее. Эта помидорка тоже из 2014. Явно, вот тут все гораздо проще, чем везде. Но зато она максимально похожа на аналоговую помидорку. Здесь просто ты... Сейчас я проверю. Нет, вручную ты таймер здесь не установишь. Ну, в смысле протянуть пальцем, чтобы восстановить время, которое ты хочешь. Но тут есть возможность звонка. Звук звонка настроить. Правда, только их два варианта. Я даже боюсь их включать, потому что он явно будет очень громким. Вибрация, звук звонка, тикающий звук, длительность короткого, длинного перерыва. Тут даже нет возможности узнать, через какое время будет длинный перерыв. То есть через какое количество помидорок. Все как бы в классической помидорке, как оно планируется. Через сколько там, по-моему, четыре помидорки оно должно быть. Через столько длинный перерыв и будет. Ну, то есть это самая примитивная помидорка. Не знаю, выглядит она достаточно просто. Тут вот нужно название задачи выводить. Но только одну почему-то, и она нельзя ее поменять. Ну, в общем, не знаю. Это самая популярная помидорка, которая была в Play Market. И она мне совсем не нравится. Следующая какая-то серая помидорка. Это тут все серое. Таймер работает. Настройки. Тут, наверное, есть возможность выключить другую тему. Да, вот они. Как бы есть тут варианты. Но они... Что-то они все темные. Наверное, вот здесь, возможно, темный муд. Темный муд. Внешние виды для помидорки. Ну, такой пастельный вариант. Так, что здесь в настройках? Есть возможность настроить, переключать между перерывами и рабочим временем. Время короткого длинного перерыва, время... Количество коротких перерывов. Ну, видимо, количество сессий. Они так считают. Ну, собственно, тут вот звук напоминания тоже нельзя настроить. Собственно, нельзя поставить. Это минус. Можно только устанавливать напоминание. Из выбранного варианта разницы между звуком... Перерыва после звука... После перерыва звука или во время работы тут нет. Просто один звук можно настроить. И звук тикания можно настроить. Тоже тут никаких красивых звуков. Типа звука моря здесь нет. Все. Такой вот простой таймер. Переключать здесь, кстати, вот в процессе на перерыв или на работу нельзя. Все предельно просто и лаконично. Не знаю. Это была помидора таймер. Вот серенький такой. Следующий помидора таймер красненький. Так, что у нас здесь? Ворк-сессия. Здесь можно переключать между ворк-сессией и коротким перерывом. И вот есть внизу написано количество рабочих сессий для больших перерывов. Тут есть статистика. Получается статистика помидорок. Время в фокусе, наверное. Среднее количество сессий. Что у нас здесь? Ночной режим. Звук. Так, звук тикающий. Можно выбрать из восьми вариантов, но это всего-навсего тикающий звук. Звук. Ага, вот тут вот есть фоновый звук. Очень неплохо звучит, вроде бы. О, адекватные звуки. Очень здорово. Приятно звучит. Всякий дождь. Природа. Вот, можно слушать вместо этого тикающего звука вот замечательные звуки природы. Звук, который можно настроить, когда заканчивается работа. Так, почему-то он у меня не звучит. Когда заканчивается перерыв. В общем, очень даже хорошие звуки в самом начале. Ну, свой поставить нельзя. Это минус, но те, которые есть, их много, они разные, и это здорово. Все настройки, которые нужны, вот количество времени, перерывов, количество сессий, вот тут все они есть. Все очень лаконично, и даже, как выяснилось, есть статистика. Это тоже здорово. Мне кажется, недостаточно пользоваться этим таймером. Все работает, тут красивое приложение, мне нравится, в принципе. Итак, следующий таймер, тоже с помидоркой такой большой, красный. Помодора тоже называется. Здесь все очень минималистично. Есть возможность включить таймер, добавить даже время. Можно посмотреть, сколько завершенных помидорок у них сверху человечек. Есть статистика. Нет, это не статистика, это цель. То есть какие-то просто можно добавить, не знаю, названия, которые будут сверху висеть. Вот статистика все-таки есть. О, кстати, здесь статистика выглядит очень здорово, и одна из лучших, которые не попадались. Здесь есть настройка, ну, выглядит она красиво, но немножко запутанно. Вот можно посмотреть количество времени, которое было за эти дни, за неделю. Вот тут сверху написано 50 минут. Вот сессий, если вот по 50 минут, это вот две помидорки, она засчитала. Количество перерывов оно не учитывает, только продуктивное время. Вот, кстати, тут есть еще, вот, посмотреть, сколько времени помидорки длились. Вот так вот она переключается. Добавить сессию. Ух ты, это что? То есть можно еще вручную добавить какие-то таймеры. К свободу или что. Ну, видимо, да, можно добавить, если ты уже сам где-то посчитал, то можно здесь эту статистику добить и добавить вручную. Это вот удобно, необычно даже. Так, в настройках здесь есть возможность настраивать рабочую сессию, перерыв, количество сессий. Даже профиль можно выбрать уже из готовых. Вот 52 на 17, например, какой-то новенький. Я про него еще не слышала. Есть выбор классический таймер стиля, темное оформление, счетчик сессий. Так, но по поводу звуков. Здесь можно звук выбрать вручную. Это здорово. Есть большой выбор разных других звуков. Достаточно прикольных, я так думаю. Хотя они почему-то сейчас не звучат. Ну, это потому что я уведомления выключила, возьму себе. Для завершения перерыва звук тоже можно установить. Вибрация будет. Настойчивое уведомление. Тоже здорово. Это то, что нужно, когда ты забываешь переключать таймер с перерыва на работу и наоборот. Очень удобная штука. Можно выключать даже Wi-Fi здесь в настройках. Или отключать звук всех остальных приложений. Вот, очень лаконично и здорово. То есть тут все есть, что нужно. Единственное, что мне не совсем нравится его внешний вид. Где тут можно выключить темное оформление. Или... Ха, это как бы темное оформление, можно наоборот включить. Но оно и так темное, то есть тут без вариантов, я так понимаю. Вот тут есть полосочка, которая ползет. Тоже тут плохо видно, но, в общем, таймер выглядит вот так. Очень лаконично, здорово, удобно. Вот, можно переключать таймер, можно его останавливать. Ну, в общем-то, это один из неплохих таймеров. Вот он тоже хороший. Помидора просто с такой помидоркой. Вот он такой. Следующий. Томато планер. Томато планер. Так, что у нас здесь? Можно просто включить таймер. Что это? Это устанавливать время? Так, здесь есть какое-то расписание прям целое, уже на целый день, со временем, когда закончится и начнется. Ну, я искала когда-то подобное, и это очень здорово выглядит. Тут есть статистика. Есть даже задачи, которые можно... Попробуем задачу написать. Вот приоритет задачи. Так, можно задачи вписать в список. Можно их отмечать выполненными. Можно просто поставить галочку. Есть ночной режим. И есть интервалы, время работы, работа, короткий прерыв, длинный прерыв. Все, тут настройки и уведомления никакие не регулируются. Тут только вот из всех необычных функций, это вот планирование по времени, когда же будут эти все перерывы, работа. Ну, достаточно необычно и интересно. Это было приложение Tomatoplaner. Вот Tomatoplaner. Дальше у нас начинается приложение необычное. Я иду по списку, по прямой. Вот мы остановились здесь. Прокрастинатор таймер. Это таймер крайне простой. Здесь просто таймер. Здесь нет никаких уведомлений, никаких звуков практически. Да, тут вообще нет никаких настроек. Или подождите, все-таки уведомления тут есть наверняка. В общем, тут фишка в том, что ты просто включаешь, нажимаешь на верхний, нажимаешь на play и начинаешь работать. И вот у тебя тут есть возможность нажимать вниз на экране, когда ты начинаешь прокрастинировать, зависать. И вверх, когда ты работаешь. Сверху пишется, кстати, вон там есть как раз помидорки, значки помидорок. Сейчас себя отодвину. Вот тут помидорки. Мигают даже. И количество времени, которое осталось до конца помидорки. И, видимо, перерывы. Но здесь настройки помидоров никак не изменишь. Проверим. Да. Тут только вот стандартная помидорка. Есть возможность переключить на 52.17 режим. На 52 минуты работы и 17 минут прокрастинирования. Тоже настройки. Супер минималистично. Очень правдоподобно. Софина, в плане прокрастинирования можно быстро переключать. Отдавать себе четко отсчет в том, что происходит. Ну, может это кого-то порадует. Потому что действительно необычное решение. И дизайнерски очень здорово выглядит. Следующее. Focus to do. Сейчас вспомним, что это. Так, здесь такое приложение с заявкой на планер. Тут вот есть возможность включать помидорку на 25 минут. Все, тут больше ничего. Вот, нет, тут есть настройки. Нет, это не настройки. Это просто... Есть, получается, задачи тут можно писать. Можно их выключать. Срок, приоритет устанавливать. То есть, получается, что ты включаешь таймеры на задачи, которые устанавливаешь, как бы, в список. Сейчас. Ожидание даже есть какой-то режим. Так, настройки. Что, где-то у нас настройки. Наверное, вот здесь где-нибудь. Ой, извините. Он тут тоже частично вкладный, поэтому не все возможности, которые есть, они доступны. Ну, вот есть исторический отчет. Видимо, он таки работает. Просто количество времени сосредоточения. Тут нет времени перерывов. Например, так. Ну, зато тут зачем-то нужно... Придумали такую штуку, группы, с которыми вместе можно статистику сработать. Здесь можно, когда ты не отвлекаешься 25 минут, посаживать деревья. Там есть еще более популярное предложение с похожей функцией. Здесь вот то же самое. Глобальный рейтинг есть по томатам, по лесу. Вон, люди, которые героически сделали помидорок на целых, как-то, 6000 часов. Правильно же? И вот уровни всяких там лесов. Ну, это развлекательное такое приложение. О, вот нашла. Настройки тут есть. Есть настройки мелодии отдыха. Мелодии томата. Есть белый шум, кстати, тут вот. Ага, белый шум нельзя включать, потому что он... Тут, по сути, этих звуков всего пару штук. Не самое выразительное. Все остальные за деньги. Настройки томата тут тоже есть достаточно активные. Есть возможность отключать программы в процессе. То есть, если вы не хотите отвлекаться на другие приложения, здесь можно это настроить и выключить программы. Не знаю, как будет ли это работать правильно. Правильно. Можно выключать лишние функции. И все вот. Тут как бы тоже все есть, что нужно. Тут даже есть социальная функция. И вот такой вот таймер. Ну вот, если ты остановишь таймер и не добьешь его до конца, я так подозреваю, что он просто сбросится и не засчитается. Так что тут как бы тоже такой момент. Кому-то это в плюс, кому-то в минус. Дальше. Вот это был, мы смотрели вот этот томат. Достаточно дизайнерски хорошо выглядит. Следующий. Здесь все тоже минималистично. Так, мы включаем таймер, просто нажимаем на него. И тут, по-моему, мне рассказывали, что свайп вправо. Это переключение на перерывы. Соответственно, несколько свайпов. Это должен быть уже так длинный перерыв. Нет, на длинный не выходят. Так, можно добавлять... Это было просто это сбросить, это пауза. Нажать паузу, а вниз это сбросить. В общем, тут тоже минималистично и довольно удобно. Внизу статистика количества пройденных помидорок. Можно их нечаянно сбросить. В настройках, что здесь есть. Статистика тут, кстати, тоже есть. Очень напоминает другое приложение. И тут есть возможность устанавливать звук уведомления о готовой работе о перерыве. Ну, видимо, можно. Тут есть выбор. Очень сильно похоже это приложение на другое приложение. Как оно это называлось? Я уже забыла. В общем, по-моему, вот это. Да. Вот это приложение. В общем, помидоры и boot time это одно и то же приложение, по сути. Вот они вместе. Это одно и то же. Видимо, один и тот же разработчик. Он сделал просто два разных приложения. Итак, следующее приложение это forest. Про него очень много слышали. У него сейчас такая новогодняя шапочка. Здесь принцип простой. Здесь практически помидорка не так совсем работает. Тут главное это игровая составляющая. Можно включить таймер на 25 минут. Сейчас проверим. В общем, главное в этой помидорке это то, что ты его включаешь, этот таймер. И они запрещают тебе пользоваться любыми приложениями, кроме этого таймера. То есть ты не должен трогать телефон вообще. Только работать и все. Таймер можно устанавливать вручную, просто передвигая. Можно поставить на 120 минут. Если ты 120 минут будешь только работать и не трогать телефон, то это будет тебе вот замечательное новогоднее дерево. В настройках здесь можно установить напоминание. Видимо, только о том, чтобы вообще в принципе зайти в это приложение. Звуковые эффекты, абстрактное. Белый список приложений. То есть по сути оно рассчитано на то, что ты будешь пользоваться ним для того, чтобы заблокировать себе Facebook, например, или Instagram. Уведомления в том числе закрыть на время работы. Если вы выключите приложение, дерево засохнет. В общем-то тут есть только настройка таймера самого по себе. Самих вот этих вот помидорочных функций, несмотря на то, что я нашла его по тегу помидора таймер, здесь нет вообще. Но зато тут вот визуально можно выбирать себе такой целый лес построить, в котором у вас будет все это выглядеть вот так красочно. Ну так как я тут этим ничем еще и пока не пользовалась, то показать толком не могу, но приложение достаточно популярное. Я слышала, что люди им пользуются и им нравятся. Но как бы для самой помидорки здесь функций недостаточно, но как для таймера забавного с игровой функцией, тут все есть. Следующий таймер, ой, фокус дот, фокус дотс. Сейчас посмотрим, что это. Выглядит визуально очень красиво. Стильно, здорово. Нужно включать сразу же вручную таймеры перерывов длинного, короткого. Так, вот звуки приятные, визуально выглядит все очень здорово. Давайте посмотрим настройки. Есть статистика. Посмотрим. Статистика есть. Просто количество помидоров, я так вижу. Очень долго запускается из-за этого красивого, видимо, дизайна. Заставка вначале долго запускается. Завершенные вот за сегодняшний день точки. После каждого действия она делает красивую заставку. Темы можно выбрать разные, необычные, цветастые. Видимо, можно выбрать темы на заставку телефона. А, нет, нет, это просто блокировать, не блокировать телефон. Настройки. Нет тут больше никаких настроек, ничего нет, кроме красивого дизайна. То есть, по сути, это приложение тоже ничем не примечательно, кроме того, что это красивый таймер. Следующий таймер. Циркл таймер. Здесь вот есть готовые варианты уже интервальных таймеров. Они так называются в этом случае. Помидора здесь вот такой. Можно его включить. Просто посередине ножа. Здесь очень быстро бегут секунды. Можно переключаться между таймерами. По очереди можно добавить какой-нибудь таймер. Например, поменять ему цвет на эти часы. Так, надо его, наверное... А, надо время задать, конечно. Ну, допустим, 20 минут. И вот он появился на кружочке. Часы вот они все. Можно настраивать количество этих перерывов, таймеров. То есть, вообще, вот это вот очень классное приложение. Оно больше пригодится, видимо, спортсменам или людям, которые действительно хотят управлять временем как-то по-особому. Ты настраиваешь здесь количество этих перерывов. Можно их увеличить, например. Перерывов, рабочих отрезков. Ну, в общем, ты настраиваешь отрезки. Оно само их распределяет на часах. Ну, допустим, вот у меня... А, интересно, если я поставлю там, допустим, 7 минут и устанавливаю 10 бактерий. Наверное, все-таки не сам распределяет. Ага, он просто вот их в пауче все разделил. Между ними можно добавить еще перерывов вручную. В общем, получается такой интервайрный таймер, который можно вот быстро одним взглядом увидеть, отредактировать. И есть тут уже заготовки. Например, Tabata Workout. Вот тут по 10 секунд заходы. 20-10. Очень удобно. И что у нас тут? Ну, по сути, это просто таймер, так что тут особо никаких настроек, наверное, не будет. Тут можно, видимо, где-то это все хранить, данные. Но звука, настройки звука и всего остального я тут вообще не вижу. Так что, по сути, это все. Это просто таймер с возможностью настройки. Интервальный таймер для спортсменов больше всего. Ну, и для тех, кто пользуется помидорками, тоже, в принципе, подойдет. Кстати, об интервальных таймерах. Есть вот еще такой интервальный таймер. Он так и называется Intervality. Здесь можно просто настроить количество секунд и количество отдыха и количество захода. И вот для спортсменов здесь есть такой таймер со звуком противным. Ну, это чисто спортивный таймер. Как бы к помидоркам он имеет мало отношения, но тем не менее. Дальше. Есть настрой, очень интересная. У меня тут вот целый ряд приложений, 4 штуки. Вот они все по очереди. Мы сейчас будем их смотреть. Они очень странные. Study Bunny, Flip, To Date и Focus Meter. Они не совсем помидорки тоже. Это скорее просто таймеры. Study Bunny я оставила, чтобы показать, просто потому, что это дизайнерски очень странное решение. Вот тут есть такой смешной зверек. У него тут, наверное, больше ничего не визуализируется, кроме его лапки, которые он машет, когда на него нажимаешь. Здесь есть возможность устанавливать таймер. Вот, например, на 5 минут. И ты 5 минут с этим зайкой сидишь перед книжечкой. И можно остановить эту сессию досрочную, тогда ты ничего не получаешь. Или закончить до конца, и тогда у тебя появляются какие-то денежки, которые ты можешь пойти в магазин и купить этому зайчику какие-то странные штуки. Например, наушники, бабочку-галстук. И вот можно еще давить ему до кафешки какой-то там, библиотеки. В общем, тут всякие странные штуки, которыми можно себе порадовать, себя можно похвалить за хорошую работу. Ну, кроме этого, тут... Так, как-то отсюда надо выйти. Вот тут значок домика. В общем, собираешь монетки за выполненные задания. Здесь есть еще какие-то звуки, которые можно разблокировать за те же монетки. Вот звуки волн. Всяких там. Их не очень много, но для того, чтобы заполучить музыку на фон, нужно заработать их внутри игры. Это уже радует, а не просто заплатить за них. Есть возможность даже добавлять задания, которые, не знаю, как они тут вообще выглядят, не очень удобно. Но вот они тут есть. Можно их даже менять местами, можно их редактировать. В общем, есть даже список судулиста. Есть возможность настраивать даже вот очень странная штука, но наверняка тоже кто-то не пользуется. Это карточки, которые помогают запоминать слова иностранных языков. Квиз. Вот. И здесь можно их настроить, хотя для этого есть отдельная, другая программа. Я, правда, сейчас не помню, как она называется. Но тут она зачем-то тоже есть. Есть такая возможность. можно получить дополнительное награждение за просмотр рекламы, можно настроить. Ничего нельзя настроить, только имя кролика можно поменять. Все. Больше тут ничего нет. То есть просто ставишь таймер, можешь поставить какой-то цвет тега, и все. Таймер и какие-то красивые штуки на фон. Ну, как для таймера, это достаточно забавно выглядит все. Очень милашный кролик вот такой. Стадий бань. Следующий. Это флип. Сейчас вспомним, что это такое. Флип. Кажется, там были какие-то функции дополнительные. Да, здесь тоже таймер. Тут есть возможность настроить какие-то задачи, которые хочется делать ежедневно. Вот, например, у меня... Я поставила чтение. Ставишь таймер. Есть возможность звук подключить к фону. То есть тут есть такие звуки на фоне. Хотя они все доступны бесплатно. Кафе, клавиатура. В общем, тут есть такая возможность. Главное, что тут есть статистика. Видимо, для этого она существует. Тут есть даже... Ой, я не знаю, нажала. В общем, тут есть возможность общаться с людьми. Они там делятся своей продуктивностью. В общем, есть социальный момент. Так, что здесь с настройками настройки? Можно сделать настройки звука. Продолжительность перерыва и продолжительность концентрации. По сути, тут есть только две такие настройки. Как такового глобального вот этого сложноуправляемого помидора-таймера здесь нет. Но зато тут есть возможность установить желаемый результат. Как бы ежедневно, сколько минут ты собираешься работать. И оно будет тебе показывать... Уровень это уровень концентрации. Вот тут написано, что если вы берете паузу до окончания установленного времени, если занимаетесь больше установленного времени, считается, что ты от этого получаешь больше уровень и лучше концентрируешься. Значит, меньше отвлекаешься, больше у тебя уровень остается в статистике. Ну и вот как-то выглядит это достаточно круто и стильно. Помогает работать именно в плане учебы. Вот задачи здесь. Можно устанавливать цель. Удобная штука для работы студентам и школьникам. Называется Flip. Вот похожее приложение одно из любимых. Это Tudait. Здесь есть замечательная возможность. Когда вы, например, хотите прочитать книжку, здесь можно настроить количество страниц, которые вы хотите прочитать за день в среднем. И где-то была настройка, сколько времени... Ну, вы задаете количество страниц в книге, и оно рассчитывает по времени, сколько вам это может занять дней. Вот, можно задать... Количество... Вот, как бы есть задачи, например, 200... Ну, допустим, давайте покороче, 10 страниц, да? Надо вообще в среднем прочитать. И сколько времени у вас есть на это в педлайне чтение. И теперь есть возможность вот здесь вот в календаре посмотреть, сколько страниц вам нужно читать каждый день, чтобы закончить план. И, соответственно, вы можете теперь уже ориентироваться, нажимать на значок play, когда начинаете читать. Оно параллельно будет записывать еще и таймер, сколько времени вы потратили на сегодня, на чтение. В конце он спросит, сколько страниц вы прочитали. Если вы, например, прочитали больше, то оно пересчитает количество времени, которое осталось на чтение, сколько вам осталось закончить на сутки. Следующие. Очень удобная штука. Здесь также пишется время общее обучение, время таймеров прошедших. Можно устанавливать свои планы, можно устанавливать вот как бы... Ну, это общее количество страниц, это расстояние между одной страницей. И другой страницей. Какие-то вопросы можно себе обозначать. Устанавливать повторяющиеся таймеры. Просто время, которое нужно, например, потратить на что-то. Крайне удобный лаконичный таймер. Еще здесь, конечно же, есть статистика. Выглядит она просто шикарно. Здесь есть разные настройки этих таймеров. Есть социальная функция. Можно с друзьями вместе присоединяться, видимо, к каким-то челленджам. Присоединяться к группам. Ну, мне очень нравится, что тут вот есть планировщик на сутки. Вот получается, что если у вас есть задача прочитать какие-то книги, то можно задать их длительность, количество страниц в этих книгах и записывать, сколько времени вы каждый день на них потратили, сколько прочитали, и в результате уже знать, сколько страниц, по идее, у вас должно оставаться, в какое время, в какой срок вы это прочтете. Кстати, оно засчитывает субботу и воскресенье как выходные дни, и на них ничего не планирует. По поводу уведомлений, настройки, здесь наверняка есть настройки просто регулярных уведомлений. Да, вот они. Время планирования, когда вы можете еще успеть выполнить все задания. Вот есть возможность, кстати, настроить помидорку. А, нет, это не помидорка, это просто фокусировка. Фокус мод так. Ну, по сути, здесь вот именно помидорки как таковой нет, есть просто возможность настраивать, даже если он может поставить картинку на главную, настроить напоминание, когда это приложение будет напоминать о себе, и сколько вы просыпаетесь, сколько у вас осталось времени, сколько времени вы учились. На мой взгляд, из всех приложений, которые мне попадались именно на тему обучения и изучения книг, и как для студентов программа, то вот эта самая идеальная программа, она называется ToDight. Вот. Тут замечательный программа. Зелененький такой кружочек. Следующая программа Focus Meter. Сейчас вспомним, что она из себя представляет. Тут дизайн очень интересный. Обычная помидорка, тут включается таймер, можно... очень интересная функция, можно в процессе таймера добавлять, что именно в этот момент с вами происходило. Но здесь варианты только того, что вас могло отвлечь. Всякие там вода, еда, подтягивания или просто отвлечения. Вы можете добавить хоть все сразу, одновременно. И потом на таймлайне... Сейчас я покажу, где-то тут был. Здесь настройки, календарь. Вот у меня тут был, например, я работала, допустим, тут 5 минут и за это время вот тут написано, я ставила таймер, там перекусывала, ну, я просто нажимала их рандомно и вот она тут все записала на этом таймлайне. И вот такой кружочек статистики остался на память. И вот в этой статистике в календаре есть возможность посмотреть обзор на месяц, что тут происходило, сколько помидорок было, сколько времени. Настройки здесь очень простые. Помидорок классик, который уже предустановлен. И flexible, просто старт, фокус и начало. можно добавить новый свой собственный вариант. Это, кстати, удобно. То есть можно задать помидорки той длины, которые вам нужны. Можно установить звук таймера, когда он заканчивается, звук, когда остается одна минута и звук, когда он почти закончен и звуки на время отдыха тоже отдельно можно установить. То есть все, что нужно для того, чтобы таймер работал как помидорка. Тут все есть, все очень здорово. Даже статистика есть и таймер выглядит замечательно. Время, сколько минут уже прошло, тут тоже есть возможность отсмотреть и отменять таймер. Перекладываю на какой-нибудь здесь нельзя. И время вы потратили если отключили таймер, не учитывается. Но в целом это обычная нормальная классная помидорка. Она называется Focus Meter. Вот эта вот программа выглядит здорово. Тоже интересная штука. Итак, у меня осталось два таймера. Это не совсем таймеры помидорки. Вообще даже не они. Это помидор... таймеры, слип таймера. То есть, если вы хотите лечь спать, включить музыку и чтобы таймер сам выключился через какое-то время, когда вы уснете, то здесь можно это настроить. Вот время для бесконечности можно мотать. Очень здорово это визуализировано. И вот, допустим, через 9 минут можно поставить старт пуск плеера. Можно выбрать... Правда, это фига реклама. Можно выбрать плеер любой. в нем музыку запустить и через установленное время таймер просто остановится. Точно это программа слеп таймера. Вот еще один слеп таймер. Тоже такой же принцип. Устанавливать здесь придется вручную. Открыть плеер. Можно задать любой плеер. Я вот даже вконтактовский плеер задала. Поставить себе музыку и оно плавно выключится. Тут даже есть возможность. Вот это, кстати, был лучший плеер, который зелененький. Тут, правда, не меньше реклама. Фейт. То есть, оно выключится не веско, а плавно. Здоровская, удобная штука. Если, например, хочется просто... Не знаю, необычный таймер, который будет работать так же, как стандартный, со звуком моря, только со звуком своего радио, музыки какой-нибудь... И просто выключится через 15 минут, допустим, или через час. И вы уж точно заметите, если не будете уже спать. Вот такие вот у меня получились таймеры. Их тут немало, но, по сути, если подводить итоги, то таймер, который действительно оказался моим приоритетом, это таймер вот Brain Focus. Он достаточно минималистичный. Дизайн у него тоже такой простенький, не сильно напрягает. Рекламы в нем нет, когда таймер работает, это важно. Я проверила, что сам по себе таймер работает 100%, когда выходишь из приложения. Я, кстати, заметила, что некоторые из тех, даже которые я обозревала, в процессе, когда я пыталась с ними разобраться, они не зависали или не работали. Но я уже точно не знаю, какие именно. Но, в общем, этот работает адекватно. И здесь, если, например, вы отмените время, которое вы уже отработали, оно все равно будет засчитываться в статистику, и она тут вообще собственно есть. Хотя я не исключаю, что даже по второму просмотру здесь есть неплохие таймеры, которые тоже заслуживали внимания. Например, вот этот был неплохой. И вот этот, по-моему, тоже был ничего себе. Эти два одинаковые, но тоже вроде бы ничего так выглядели. Ну, в смысле, статистики, возможности. здесь тоже была такая функция необычная с статистикой. Вот этот вот выглядел странно, но кому-то он точно понравится. А этот социальные функции, такой красненький, например. И вот этот вот тоже очень ничего, такой яркий, красочный, такой необычный тоже. Ну, вот, собственно, и все. Спасибо, что меня смотрели. Если вам понравилось, я буду очень рада. Если у вас есть какие-то еще свои замечания, наработки, какие-то актуальные для вас таймеры, которыми вы пользуетесь, я буду рада, если вы поделитесь, потому что я действительно пересмотрела их все и очень удивилась, что не все оказались такими идеальными, как мне казалось, они уже должны были бы быть. Но все-таки я нашла их, и я очень рада тому, что они мне помогают сейчас. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.